Привет, мои любимые дорогие! Я рада вас видеть на своем канале. Буквально вчера один из моих подписчиков спросил меня, где я покупаю оборудование и краски для того, чтобы рисовать Эбру. Я могу дать просто адрес, но вы понимаете, что даже я знаю турецкий, мне было тяжело очень найти эти магазины. И я решила снять маленькое видео для того, чтобы людям, которые любят рисовать на воде с водорослями, было легче найти оборудование для этого. Передо мной сейчас Марк Анталия, за моей спиной Мечеть Мурат Паша. Мы проходим ее и выходим на параллельную улицу Копалы. Это всем известная Копалы Ёл. Она нам сейчас не нужна. Мы сворачиваем направо и идем. Вот там, где синенький Турксат написано. И вот это улочка. Идем вниз по ней. С левой стороны у вас остается красивый фонтанчик и бурса Уджу Скумаш. И вы идете прямо. Сейчас буквально три минуты по прямой. На противоположной стороне вы увидите вывеску Улусой. И вот туда улусой находится Фабрикасу. И вот вам вот этот проходик. Видите? На проходе вы и найдете палец Санат Сал. Магазин, где находится все-все для художников. Можно купить материал для Эбло, но и все остальные художники могут найти краски, которые им подойдут. Также маленькие такие деревья, акустики. Я видела, такие картины делают тоже восьмейки с этих материалов. Видите, это такие новые рамочки для картин круглые. Я спросила, говорит, картины такие. Интересно. Ну, я же, знаете, не профессионал в этом. Я только Эбро умею рисовать. А обычные я точно вот вообще не умею рисовать. Честному признаюсь. Краски фирмы PP, которыми я рисовала, сейчас стоят 19 литров. А вот эти стоят 9,50 литров. Но я бы вам не рекомендовала их. Девочкам не понравилось совсем. То есть очень большое отличие от PP фирмы. А вот натуральные краски это старая цена. Да. То есть еще пока, если кто-то хочет, может взять. Потому что новый завод будет уже совсем другая. 17, 18, 19. До первого магазина мы дошли вниз до проезжей улицы. И вот завернули налево. Идем еще немножко вперед. Прямо напротив Анталии Кунжулак час шесты мы заходим в такой маленький проходик. Ну, не маленький, нормальный. Красота здесь продается. Свадебные платья. И вечерние. В магазине есть вот таких нарядов. Для тех, кто не знает, это одевают мальчики, когда у них проходит обрезание. Это очень большой праздник в Сурции считается. Вот. Еще людей собирается, может, больше, чем на свадьбу даже. Мы дошли до конца прохода. И заворачиваем налево. И сразу же, буквально, вы увидите здесь картины. Это второй магазин, где вы можете купить краски для Эбру и оборудование. В этом магазине краски уже 20 лет. Не 19. Ну, в принципе, одной разницы не играть. Если вы там одну берете. Но если много, тогда да. Здесь тоже можно полностью взять все оборудование. И также для всех художников. Магазин вроде поменьше. Но иногда я покупала здесь тоже. Потому что не всегда краски были в поле от Санатсвала. Если вы будете идти от музыкальных фонтанов, то поднимайтесь просто вверх. Тут сразу находится Черчиллер. Магазин Кая. Аксессуары. И вот дальше по прямой, по базару идя, вы найдете вот этот магазин Айда Санат Эли. Почему я решила так, прям, да, рассказать вам, где именно находятся эти магазины. Потому что канцелярия, все эти тетрадки можно на каждом шагу найти. Это не проблема. Совсем не проблема. А вот, ну, лично я знаю только два магазина Эбру. Если кто-то знает еще, да, где находятся материалы и оборудование для этого искусства, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что это реально интересно. Для медитации бесподобное. Да, цены поменялись. Я вам так скажу. Когда я рисовала, одна краска стоила 8 или 9 лир. Сейчас 19. Но если посчитать, прошло больше, чем полтора года. Курс доллара и евро, ну, да, повысился, считайте, в два раза. Поэтому, ну, это прелесть, честно. Если у кого-то есть желание и возможность, рисуйте. Вам, вам понравится. Я даже вспоминаю, знаете, у меня такая ностальгия. Реально нету времени и... Времени. Наверное, больше времени нету. Потому что это нужно всего абстрагироваться и просто получать удовольствие. И когда ты долго не рисовал, естественно, ты понимаешь, что тебе нужно опять вспоминать всю эту технику. Хотя, ну, как бы, легкое. Рисуйте. Занимайтесь любым искусством, которое вам нравится. Потому что, ну, это душа поет. Я понимаю, что всегда должна быть работа, какие-то у нас обязанности, то, сё. Это всегда... Но вот должно что-то быть, какая-то отдушина, которая будет как-то отвлекать вас от этих насущных проблем. Поэтому старайтесь найти время. Небо затянуло. Наверное, я иду обратно домой. Очень красиво, но, наверное, будет холодно плавать. А вот с этой стороны ясное небо. И вот пойми, какая-то погода. Ну, вот и тени, и тени. Смотрите, сколько туристов сейчас. И кафешки тоже все заняты. Ну, есть немножко места, конечно. Зашла поставить две минутки. Смотрите, морские автобусы. Подводная лодка стоит. И наш любимый порт. Старенький. Вообще люблю это место. Сегодня четверг. Три часа дня. Смотрите, сколько много людей сейчас. Туристы, видно, все едут, знаете, на экскурсии. Раньше здесь были магазинчики. Потом это место всё абсолютно снесли. И вот сделали такую красоту. На ступеньках все сейчас теперь. Есть, правда, несколько лавочек. Но, в принципе, можно было чуть-чуть больше сделать. Смотрите, какая красота. Фонарики и глазики турецкие. Представляю, как вечером здесь красиво. Да и днём, знаете, посидеть, посмотреть на море. Снизу под площадью находится. Этого не было раньше. Или я просто не видела. Здесь, оказывается, есть спуск в старый город и к причалу. Я не видела. Ещё старая надпись осталась. Да. Век живи, век учись. Когда ты думаешь, что ты много лет живёшь в Анталии и всё знаешь, тут, оказывается, ещё что-то новенькое. Мне кажется, что невозможно знать всё. Поэтому, если есть такие места, которые я ещё не снимала видео, напишите, пожалуйста. И я сниму их для тех людей, которые ещё там не были. Ну, даже Тёма мне сейчас позвонил, сказал, мама, не приходи, потому что уже я только скукнулся в море, но уже прохладно. То есть, я понимаю, пока я дойду, уже зима там начнётся. Ну, зима нет, но дождик может начаться. Так что я бегу домой, потому что я сегодня постирала две стирочки. И если они все намокнут, будет очень-очень обидно. Какие молодцы! Сделали домики для кошечек. Ой, будет! Смотрите, какой пупщик! Ой, нет! Красота какая! Ой! Один! И ещё второй! Ой, какая красота! А этот, смотрите, улёгся. Он решил, что он продаётся. Красотули маленькие! Вы знаете, как в Турции зовут? Кошечек не кс-кс-кс, а пс-пс-пс! Да, вот так. Так что не удивляйтесь, услышите. Ребёнок не может оторваться от котика. Лошадки возле баснища сами. Сейчас стоит 15 минут 50 лир, а 30 минут 100 лир. Такое зрелище всегда, когда приезжает трамвай, да, и все лошадки переходят на другую сторону, чтобы проехал сначала тот трамвай. Этот стоит, ждёт здесь, тогда не меняется. Субтитры ребята «Синя» За~!